И я еще, потому что я уже давно не ставил свои трехминутки любви. Вот я вот 30 лет назад, 29, приехал вот по этой дороге, приехал в Кириатарба, по этому ущелью потрясающему, ущелье Таркумия. Вот. И вот сейчас я здесь еду, и карантин, машин практически нет. Никому не разрешают ездить. Обычно в это время, когда у нас Пасха, Песах, обычно забиты дороги, все приезжают посмотреть на зелень и все. Сейчас вот только грузовик этот, я просто здесь работал, везет солярку в эту автономию чертову. Вот. И вот такое вот ущелье, очень красивое, очень живописное для Израиля. И я хотел просто вам объяснить значение. Кто-то у меня спрашивал, что значит зеленая черта. А зеленая черта, вот я ее сейчас буду пересекать. Вот. Точно я двигаюсь сейчас с запада на восток. Двигаюсь с запада на восток. И, ну, то, что я пел в этой песне, широка страна моя родная, километров 80 есть, да. Это самое широкое место Израиля. Где-то 80 километров. Я где-то нахожусь посередине, вот это вот, сейчас буду пересекать зеленую черту. И зеленой чертой назвали ее до 67-го года. Мы жили в пределах этой зеленой черты. А войну, шестидневную войну мы завоевали... Арабы на нас напали, мы завоевали остальную территорию. Вот. И вот вы сейчас уже видите, вот там вдали, уже видите, что здесь все зелено, это все ручками насажено. Каждое деревце ручками, ручками, ребята. Поэтому арабы жгут леса, знают, что у нас душа болит от сожженного дерева. У них не болит. Вот. Ну, такая культура, ничего не сделаешь. Они сажают только полезные маслины, там, я знаю, яблони. А мы сажаем кипарисы. Вот здесь сейчас нету, а так обычно есть газели бегают. И аисты здесь собираются, но они уже улетели. Уже улетели. А тут, я здесь просто работал, когда здесь было такое, ну, собирались аисты, выбирали себе пару, а крутились в таком, в таком круговерте в такой. И когда переводил, перевел, я увидев такую круговедь аистов, перевел журавлей Гамзатова на иврит, понял просто, что журавли в ивритской традиции это аисты. Хасид, хасид, добро. Хасид это верный и так далее. Вот. А вот теперь туда вы посмотрите, видите, да? А там уже все, там уже зеленая черта. Давайте, ребятки, всего вам хорошего. И самое главное, уныние. Как Александр Сергеевич сказал, хандра хуже холеры. Счастливо вам.